МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подписывайтесь на наш канал, а мы сегодня будем говорить о том, как поведение родителей влияет на желание ребёнка учиться. Смотрите в программе. Проблемы адаптации к школе. Как помочь ребёнку. Гаджеты для спокойствия родителей. Правила безопасности, поведение в подъезде. И рецепт. Солс-песто в домашних условиях. Даже если ребёнок с нетерпением ждал 1 сентября, в школе ему может быть сложно. Нужно перестроиться, привыкнуть к новым условиям. Как помочь школьнику адаптироваться, нам сегодня расскажет детский психолог и руководитель проекта «Детология» Ирина Терентьева. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Ира, вы сама мама начинающего школьника, первоклассника. А значит, наверное, лучше многих сейчас знаете, с чем, с какими проблемами может столкнуться ребёнок и его родители. Вот когда идут в первый класс и вообще, в принципе, в школу. Есть у вас уже проверенные на себе рекомендации, вот что родителям нужно делать для того, чтобы помочь ребёнку мягко, быстро, спокойно к школе адаптироваться? Конечно, таких рекомендаций у меня много. И одна из самых первых – это выстроить режим заранее, потому что гораздо проще ребёнку привыкнуть к новым условиям жизни, если ещё туда не добавляется недосып. Потому что если ты вставал в 9 утра, теперь тут тебе резко надо вставать в 7 утра, то, конечно, ты изначально с утра в плохом настроении. Нет, да, поэтому плавненько перестраиваем режим – это первое. А второе – очень важно с детьми разговаривать вообще про школьную жизнь, рассказывать им про то, как у вас было в школе, какие у вас там были приключения, друзья, какая там была, возможно, движуха какая-то такая, чтобы ребёнку тоже создать такое вот чувство, что это не он один, что это знакомо всем, что у всех это бывало. И бывали разные ситуации, бывали плохие ситуации какие-то, что тоже вы там двойки получали, например. И всё это пережили. И что было не так, но вы с этим справлялись. Да, что вы с этим справлялись, это было не смертельно. И, конечно, хорошо помогают различные книжки про школу, истории какие-то про школу, про школьную жизнь, где через эти истории ребёнок понимает, как там всё устроено. То есть и правила школьной жизни, и про то, как общаться, как устроен будет его день вообще в целом. Вот мы, кстати, Ира, вот на тему школы общались накануне с подписчиками маминой школы, и вот такой вопрос прозвучал. Как ребёнку объяснить, зачем ему вообще ходить в школу? Просто те вещи, которые нам когда-то в детстве рассказывали. Будешь ходить в школу, получать пятёрки, поступишь в хороший вуз, у тебя будет хорошая работа, образование, успешная жизнь. Для современных детей эта мотивация, мне кажется, она уже не работает. И когда ребёнок идёт в школу, не понимая вообще, зачем он это делает, естественно, и желания учиться у него нет. Вот есть какая-то, не знаю, шаблон фразы, которую можно использовать для того, чтобы объяснить вообще смысл этого, не знаю, смысл этой затеи? Начнём с того, что, в принципе, в первом классе ребёнок ещё, даже когда ему говорят, что вот ты выучишься и станешь, не знаю, космонавтом, миллиардером, президентом ещё кем-нибудь, для него это всё равно как будто как про другого человека. Ну, потому что когда ты там миллиардером станешь, да, сейчас тебе 7 лет. Ему даже и дворником-то не страшно стать, даже когда мама говорит, не будешь учиться, станешь дворником, ему и это не страшно, потому что это слишком далеко, он вообще это не может представить. Да, то есть это как будто не про него история. И важно, на самом деле, концентрироваться здесь и сейчас. То есть здесь и сейчас зачем ребёнку нужно научиться считать? Здесь и сейчас зачем ребёнку нужно научиться читать, да, там, грамотно писать? То есть вот эти моменты. Ну, и серии там банально умеют считать свои карманные денюжки. Для этого нужно уметь считать. То есть вот на таком, на бытовом уровне мы не смотрим куда-то там в далёкие перспективы, а просто здесь и сейчас, чтобы уметь прочесть меню в ресторане, к примеру, да, чтобы уметь самому прочитать себе интересную там книжку, комикс, инструкцию к игрушке, ещё чего-то такое, да, то есть прямо то, что можно будет применять. Вот так ребёнку будет понятно. Ира, по каким признакам родители могут понять, что у ребёнка проблемы с адаптацией в школе? Вот он пошёл, вот на что обратить внимание, чтобы вовремя начать суетиться и двигаться? Самое яркое, на что нужно обратить внимание, это навязчивое движение, невротизация, да, то есть это появление каких-то... Ну, на тике обычно родители обращают внимание, ну, тике это какие-то подёргивания, хотя, кстати, вот эти покашливания, пошмыгивания, очень часто люди думают, что у нас у ребёнка, а он вот так вот делает, постоянно, на постоянной основе, да, то есть это про то, что нервная система, допустим, не справляется. Вот это то, что говорит, что там надо к неврологу, к психологу, возможно, к нейропсихологу, ну, короче, надо прям по врачам, по всем пройтись, по специалистам, а не справляется нервная система ребёнка с нагрузкой. А наиболее часто встречающаяся история, то, что ребёнок начинает болеть, та же самая история, на самом деле, что с детства с садами, да, ребёнок начинает болеть, обычно всё-таки не так часто, как бывает, вот малыши в детском садике, всё-таки нервная система за это время как-то подадаптировалась, укрепилась, да, ну, тоже болячки, вот эти это возможно, и это тоже там первые, ну, до Нового года это нормально, то есть к этому надо быть готовыми, да, то есть что, скорее всего, такое будет на стресс, на новые обстоятельства, вот это, ребёнок может отказываться ходить в школу, он будет рыдать, он будет говорить, я не пойду и так далее, и здесь тоже важно разбираться почему, потому что причин может быть много, может быть, там, плохая учительница, которая его оскорбляет, унижает, и ребёнку нужна поддержка и защита родителей, да, от этих обстоятельств. На самом деле у ребёнка, я считаю, достаточно много причин для того, чтобы вокруг школы появились страхи, ты боишься, что тебя будут оценивать, оценивать тебя, возможно, будет негативно, ты переживаешь о том, что у тебя они складываются или как будут складываться отношения со сверстниками, как вы говорите, это может быть слишком строгая учительница, а какой-то чуткий душевный ребёнок к такому обращению не привык, вот что с этими страхами школы родителям делать, потому что ребёнок может прям прямым текстом говорить, а может и не говорить, я в школу у тебя боюсь. Надо разбираться, то есть нет прям такого рецепта, то есть надо понимать через разговоры, возможно, через игры в школу, через беседу там с другими родителями, чтобы прощупать, что там происходит сейчас в классе, через беседу с учительницей, разбираться в причине. Если причина, например, конфликта с одноклассниками, или что у него там нет друзей, или что он стал жертвой травли, то есть с травлей ребёнок никогда один не справится, то есть ему нужна помощь не только родителей, но и чтобы подключался педагогический коллектив. Если это просто, что там со мной никто не дружит, тогда надо брать инициативу в свои руки и организовывать детские тусовки у себя дома, ну или в месте прогулки и так далее, чтобы ребёнку были точки соприкосновения с одноклассниками вне школьной жизни, чтобы у него были возможности наладить. Тогда эта проблема уходит. Если вопрос с учительницей, то надо разбираться. Это просто там не сошлись они темпераментами, и учительница может что-то сделать. Или там учительница, например, который просто непригоден, и как бы там бесполезно что-то пытаться сделать, только забирать ребёнка и переводить в другой класс. То есть надо прямо индивидуально из каждой ситуации разбираться. Нужен ли первокласснику в школу телефон? Вопрос на самом деле серьёзный. С одной стороны, он нужен для спокойствия родителей, чтобы если вдруг что взрослый мог своему ребёнку помочь, с другой стороны, есть все шансы, что школьник на каждой перемене в гаджете будет залипать. В этой теме нам помогала разобраться супермама Таня. Покупать телефон школьнику или нет? Прежде чем принять решение, важно ответить себе на вопрос «Зачем?». Прежде чем понять, нужен ли вашему школьнику телефон, нужно ответить себе на несколько вопросов. Будет ли ваш ребёнок находиться без взрослых? Возможно, ребёнок боится общаться с учителем? Возможно, вы боитесь, что у ребёнка случится недомогание, и он постесняется обратиться за помощью к учителю. Вот когда вы дадите себе ответы на эти вопросы, только тогда и стоит принять решение. Со школой у родителей ассоциируется детская свобода. Но, как правило, в первом классе дети ещё не добираются до школы самостоятельно. К тому же, буквально год назад в детском саду малыш прекрасно обходился без гаджета. А всего за год ребёнок точно не стал более беззащитным. За покупку телефона как раз те родители, которые считают, что первокласснику телефон нужен в случае непредвиденных обстоятельств или каких-то форс-мажоров. К примеру, внезапное изменение расписания. Но не забывайте, что сейчас в каждом классе есть родительский чат вместе с учителем, и в случае чего учитель точно поставит вас в известность. В некоторых школах есть определённые правила использования мобильного телефона. К примеру, звонить родителям или писать сообщения разрешают только на переменах. Но велика вероятность, что после долгого сидения за партой, вместо того, чтобы размяться, ваш школьник всю перемену проведёт у экрана. Для первоклассников это редкость, но если ваш ребёнок добирается до школы и со школы самостоятельно, и ещё и на общественном транспорте, то ему определённо нужен телефон. Но есть мнение, что первоклассникам лучше покупать не навороченный смартфон, а кнопочный телефон, с помощью которого он сможет позвонить родителям или, в крайнем случае, отправить СМС. Плюсы в покупке гаджета тоже есть. 7-8 лет – подходящий возраст для того, чтобы начать обучаться пользованием телефона. К тому же здесь и чтение сообщений, и печатание текстов. А это тренировка правописания и грамотности. Нужен телефон или нет – однозначного ответа на этот вопрос нет даже у специалистов. Решение за родителями. Но психологи уверены, что покупать телефон ребёнку, чтобы избавиться от собственных страхов, не стоит. Гаджет не избавит ребёнка от стеснительности, а родители не избавят от страхов. И ещё важный момент – чем ребёнок младше, тем меньше времени он должен проводить в гаджетах. Семейный психолог Ирина Терентьева отвечает на важный вопрос – как помочь ребёнку адаптироваться к школе. Сейчас родители заняты волнительными хлопотами, покупают рюкзаки, школьную форму и пеналы. А вот про психологическую поддержку у ребёнка порой забывают. Ира, что делать, если ребёнок пошёл в школу, и вдруг после этого его поведение кардинально изменилось? И явно в худшую сторону. Что с ним случилось? Это на самом деле абсолютно нормальная история. То есть так будет, наверное, процентов у 80 первоклассников и второклассников тоже. Потому что ребёнок попадает в новую среду, где новые правила, которым надо соответствовать. И он там находится в напряжении. То есть он там не может расслабиться поначалу, потому что мало ли что. То есть он не чувствует себя там в безопасности. И потом он всё это напряжение в себе держит, держит, принёс домой, отдал родителям в виде капризов, истерик, возмущений и так далее. И здесь родителям важно понимать, что это не то, что ребёнок тут сломался, или что он от рук отбился, ещё что-то такое. Нет, это просто именно то напряжение, которое он не может сам переварить. И с одной стороны, надо понимать, что это временно. То есть постепенно он привыкнет к правилам школы, начнёт учительнице доверять, будет себя расслабленно чувствовать в коллективе, и это уже уйдёт. И он не будет это в себе копить. А с другой стороны, важно здесь родителям поддерживать ребёнка, давать ему, например, какую-то возможность выплеска эмоционального. То есть это могут быть какие-то энергичные прогулки, игры после школы, чтобы просто пар спустить, что называется. Это могут быть тактильные игры дома, обнимашки просто, да. То есть он может хотеть играть в малыша какие-то такие игры, и можно к нему подключаться, да. То есть давать ему возможность почувствовать некоторую вот эту защищённость, да, вот пообниматься. Потому что тоже родительские объятия, это же про защищённость. То есть давать ему возможность почувствовать безопасность, которой ему там не хватает. Вот, Ира, вот вы, кстати, говорите про защищённость, говорите про безопасность. Но я с трудом себе представляю эту картину в те моменты, когда ребёнок садится за уроки. Вот там с защищённостью и безопасностью начинаются проблемы. Ты как бы вообще в какую-то среду попадаешь, где все против тебя, потому что ты пишешь, как курица лапой, потому что читаешь ты медленно, крючки у тебя недостаточно прекрасные. И вот тут вопрос. Оставить ребёнка самостоятельно делать уроки или всё-таки стоять над его головой, портить с ним отношения, но добиваться классных результатов? Ребёнок вообще способен самостоятельно выполнять домашние задания? Ребёнка нужно научить алгоритму выполнения домашних заданий, ну вообще любых заданий, да, скажем так. Вот, конечно, школа, да, там сколько, 10-11 лет, да, а ваше отношение с ребёнком – это гораздо более продолжительный промежуток жизни. И хотелось бы, чтобы там 16 лет они не закончились, да, потому что, типа, помахал ручку и сказал, пока мама, я уехал жить на другой конец страны, чтобы ты не могла ко мне приехать в гости, да. Чтобы ты больше не видела мои крючочки. Да, поэтому, конечно, если родитель, тут его триггерит, ну то есть, не знаю, сам родитель с комплексом отличника, перфекциониста, у ребёнка кривые вот эти вот крючочки и так далее, и он чувствует, что он там закипает, что он готов убивать, то лучше делегировать на самом деле. Ну то есть, если вы понимаете, что сами вы не можете, что вы закипаете, делегируйте это кому-то, то есть, или другим родственникам, или, пусть там, репетитор, няня, кто-нибудь, кто будет делать с ребёнком уроки, да, то есть, это тоже вариант. А параллельно можете поработать над своим перфекционизмом, тоже полезная штука. Но сам ребёнок, Ира, он не может сам делать? Вот вы сказали, нужно научить алгоритму. Вот какому алгоритму? Я понимаю, что в первом классе явно нужна поддержка взрослого, что-то подсказать, сколько там клеточек, отступить. Но потом же мы же, наша цель прийти к тому, чтобы ребёнок всё-таки делал это сам? Ну, на самом деле, задача родителей в начальной школе научить ребёнка самостоятельно обучаться в целом. Не только домашние задания, но и вообще вот всю эту школьную жизнь полностью обслуживать. У кого-то из детей это может произойти быстрее, у кого-то нет. Не потому что, опять-таки, разный опыт, разный тип нервной системы, разный уровень созревания внимания. Потому что понятно, что если ребёнок, к примеру, гиперактивный, то ему сложнее сидеть и делать. Ну да, он одну строчку прочитал, тут птицы полетели, тут мячик на полу, и ты вообще уже забыл, что ты делал уроки. Да, а так наша задача научить ребёнка последовательности действий. То есть сначала вы сидите с ним и проговаривайте, что там. Достань дневник, открой дневник, посмотри, что тебе задали, открой учебник, открой тетрадку, что надо написать в тетрадке, какое у нас сегодня число, вот эти все клеточки, сколько вступить и так далее. Мы проговариваем всё сначала, чтобы ребёнок выучил эту закономерность последовательно точнее. Следующий шаг, это мы ребёнку задаём вопросы, да, там, сколько клеточек тебе надо отступить, напомни, что сейчас ты будешь делать, вот ты прочёл задание, что ты будешь делать дальше. И важно, чтобы он словами отвечал, потому что если ребёнок не может словами ответить, значит, он не шибко понял. Значит, этих слов нет в его голове, значит, эта мысль там не зародилась. Ты можешь сформулировать всё самое, значит, ещё как бы туго, значит, надо вот здесь проработать ещё, пару раз ещё проговорить, до тех пор, пока он не сможет сам озвучивать, что там сейчас я считаю, там, пять клеточек тут, две клеточки здесь, напишу то-то, и алгоритм выполнения заданий, причём в разных школах, в разных программах эти тоже есть разные моменты. Ну, помните, как там, не знаю, в наши годы, да, там, типа написать дано, двоеточек, столбик, да, там, задания и так далее, решения, вот это всё, да, вот эту саму структуру оформления работы, да, то есть вот это всё надо тоже, чтобы он мог в состоянии проговорить сам, да, и мы, соответственно, своими вопросами ему, наводящими, помогаем. Потом мы перестаём задавать вопросы, а он уже как бы сам выполняет. Мы просто присутствуем, как некоторая фигура контроля, а потом вообще уходим. Если ребёнок сам ходит в школу, то, значит, будет самостоятельно заходить в подъезд и в лифт в места, где по статистике часто происходит нападение. Поэтому мы решили, что будет не лишним ещё раз напомнить правила безопасного поведения. Посадить ребёнка за парту и научить его правилам безопасного поведения в лифте и в подъезде не получится. Передать эти знания можно только на собственном примере. Поэтому мы сегодня решили познакомить вас с этими правилами. Илья сыграет роль моего сына, я буду его мамой, а Саше досталась роль незнакомца с какими-то подозрительными намерениями. Итак, подходя к подъезду, осмотритесь, нет ли посторонних. Зашли в подъезд, закройте дверь, чтобы замок домофона защелкнул, и никто не прошмыгнул за вами. Если в подъезд вы зашли не одни, не спешите и пропустите незнакомца вперёд. У лифта стойте так, чтобы был виден и лифт, и вход в подъезд. Самое важное правило, если ждёте лифт и рядом с вами стоят незнакомые люди, то не стойте к ним спиной. Во-первых, вы ничего не видите и не контролируете. А во-вторых, именно со спины проще всего затолкнуть в лифт. Учите ребёнка не садиться в лифт с незнакомыми людьми и даже соседями. И сами не нарушайте это правило. Шаблоны фраз, с помощью которых можно вежливо отказаться. «Я жду маму», «Я не еду», «Спасибо, я позже», «Поезжайте». Если вы уже зашли в лифт, а к вам хочется скачать посторонний, скажите «Мы поедем одни». Смотри, Илюша, иногда дети смущаются, им как-то стыдно, да, незнакомому человеку объяснять, почему они не хотят с ним ехать в лифте. На самом деле сделать это можно вообще без слов, ничего не объясняя. Если ты видишь рядом с лифтом чужого человека, ты можешь или порыться в сумке, как будто что-то достаёшь и остановиться. Или можешь вернуться к почтовым ящикам, как будто ты что-то хочешь там почту проверить. А можно вообще выйти на улицу, будто ты что-то забыл купить. И тогда тебе без всяких слов, без всяких объяснений можно сделать то, что нужно сделать. Пропустить незнакомца вперёд. Вниз ехать безопаснее, меньше шансов, что преступник решится на контакт. Потому что по дороге могут подсесть и другие люди. Но если внешний вид смущает или есть запах алкоголя, то лучше сразу из лифта выйти. Смотри, Илюша, на какие тревожные звоночки тебе нужно обращать внимание. Незнакомец настаивает, чтобы ты ехал с ним. Вот ты не хочешь, а он говорит, нет, поехали со мной. Следует за тобой, слишком близко к тебе подходит, задаёт какие-то личные вопросы, просит тебя о чём-то. Взрослый не должен тебя, ребёнка, ни о чём просить. Вот всё это повод насторожиться и точно выйти на улицу, просить о помощи и звонить своим родителям. Не стоит рассчитывать на то, что ребёнок в курсе и сам знает такие элементарные вещи. Правила безопасности с детьми нужно повторять регулярно. А мы сейчас возвращаемся к теме адаптации к школе. Ира, про сон я хочу ещё немножко поговорить. Есть дети, которым очень сложно вставать утром на первую смену. Вот во сколько их ни клади, он всё равно с утра просыпается в плохом настроении, такой весь разболтанный, поплакать хочется, а не в школу идти. Это первый вопрос. И второй вопрос меня интересует, нужен ли школьникам дневной сон. Если действительно ребёнок высыпает нормативное количество часов для его возраста, но всё равно с утра очень тяжело ему просыпаться. То есть не просто, что хочется поваляться, а прям тяжело, плачет и так далее, или никак не получается выстроить режим, то это такой повод на самом деле обратиться к неврологу-сомнологу. То есть это те врачи, которые специализируются именно на сне. И пройти обследование, тогда уже будет понятно. По поводу дневного сна для школьников, ну всё индивидуально. Если ребёнок, например, до этого ходил в детский сад, и в детском саду, например, спал в тихий час, то скорее всего надо тихий час оставлять, ну как минимум, ещё на первое полугодие первого класса. То есть всё равно они заканчивают, там в 12 часов есть возможность положить ребёнка на тихий час. Если он спит, пусть спит дальше. Вот если ребёнок, который там, не знаю, с 4-х лет не спал в тихий час, у них бывает, что они начинают спать в школе перед напряжением, так сказать, то можно организовать такую возможность. Если нет, ну как бы и не надо специально. Ир, я вот ещё хочу немножко, мы уже эту тему немножко затронули, но хочется поглубже. Про мам, которые очень тревожатся из-за того, что ребёнок не идеально делает уроки, у него, опять же, там не суперпятёрки, не суперкрючки и палочки. И именно вот из-за этого перфекционизма, как вы говорили, с которым вообще маме надо со своим перфекционизмом работать, портятся отношения с ребёнком. Вот есть у вас какие-то слова, которые помогут этим мамам, вот таким мамам успокоиться? Для таких родителей зачастую пятёрка – это как будто бы гарантия того, что у ребёнка жизнь сложится хорошо. Но давайте вспомним факты из нашей жизни, даже наверняка из своих школьных воспоминаний одноклассников. Есть же те ребята, которые учились на тройке всю свою школьную жизнь, но при этом у них всё замечательно сложилось. И есть отличники, у которых всё сложилось не очень хорошо. Так, следовательно, вопрос. Возможно, не в оценках, то, собственно, и дело. Возможно, дело в чём-то другом. Согласна. Тут ещё, если мой ребёнок получает пятёрки, то значит, я хорошая мама, значит, я его хорошим воспитала. А если нет, то сама себе двойку поставила. Да, такое тоже есть восприятие. Но, опять-таки, разве это оценки мерило родительской эффективности, скажем так? И разве оценки это мерило того, что у вас там хорошее отношение с ребёнком, и что он у вас счастливый? Тоже нет. По традиции в маминой школе всегда есть перерыв на перекус, и сегодня тоже супермама Катя будет учить нас готовить соус песто. Это популярный итальянский соус на основе зелени, оливкового масла и орешков. Привет, это Катя. Сегодня готовим итальянский песто, но немного отойдём от классической рецептуры, и, уверяю, будет вкусно. Запомните, что в классическом песто всего шесть ингредиентов. Сегодня мы заменим один из них, традиционный кедровый орех, который достаточно дорогой, и заменим его на арахис. Кстати, если вы пробовали настоящий песто, то наверняка не различили, какой же там орех внутри, есть ли вообще там орех. Поэтому я думаю, что арахис, который не вызывает аллергии, и, в принципе, очень вкусный для меня, можно туда положить. Теперь дело за базиликом. Нужно отделить только листочки, они нам понадобятся, но и стебли не выбрасываем, отправим их дальше на салат. Всё, осталось только перемолоть все ингредиенты в блендере. Спасибо. Спасибо. Благодаря базилику у песто очень насыщенный вкус. Ну и даже то, что мы заменили один ингредиент на другой, не помешало этому соусу. Получится очень вкусным. Кстати, такой соус можно заморозить небольшими ёмкостями в пакетах или в маленьких коробочках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напоминаем, что все рецепты, как, впрочем, и все выпуски маминой школы, мы храним для вас на нашем канале на Ютюбе. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, и обязательно жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ира, дети современные очень часто бывают рассеянными. Что-то делал, забыл, что-то взял с собой, потерял, и это опять вот такой вечный повод для детско-родительских конфликтов. Вот как помочь рассеянному ребёнку собраться и доучиться уже эти 11 классов, и ничего больше не терять? У меня, кстати, возник вопрос, почему только современные дети были рассеянными? Мы тоже были, просто про нас ничего в интернете не писали. Вот мы и забыли про это. Да, потому что я помню про себя, что я теряла ваишки, ручки, сменку. Это была стандартная история вообще абсолютно. На самом деле очень важно правильно организовывать обучающий процесс в целом. Надо понимать, что наша школьная система не идеальна, и она далеко не всегда учитывает особенности вообще в целом нервной системы человека и того, как мы воспринимаем информацию, как мы думаем, и вообще как повторять информацию. Я могу порекомендовать хорошую книгу «Как научить детей учиться». там она подходит и для родителей, и для детей школьников, да, вместе с родителями можно читать и вместе как раз устраивать этот процесс. Вот. Потому что очень важно и использовать различные модальности обучения, то есть и проговаривать, и что-то зарисовывать, например, да, и что-то на слух воспринимать, да, то есть разные. Не только вот как там я списываю с доски, как у нас часто, да, вот там типа на доске написал, и я к себе. Переписал. Это не очень эффективно на самом деле. Поэтому очень важно вместе с ребёнком исследовать, что помогает ему. То есть один ребёнок может лучше запоминать на слух, скажем так. Другому ребёнку надо обязательно какую-нибудь задачку или правило прорисовать, составить в майн-карту и так далее. То есть искать те фишки, которые будут заходить именно вашему ребёнку. А вы будете таким помощником, который будет помогать ребёнку исследовать все возможные способы запоминания информации, систематизации информации и использовать их максимально эффективно. Ира, последний вопрос тоже. То, что очень тревожит родителей – это буллинг. Вот есть ли какие-то способы профилактики, чтобы от травли в школе ребёнка защитить? Или как пойдёт? По поводу буллинга на самом деле прям стопроцентной защиты нет. То есть надо понимать, что любой даже супер-купер-успешный ребёнок может стать жертвой буллинга. Есть некоторые моменты, которые снижают вероятность возникновения буллинга. Это то, что чаще травят всё-таки одиночек. Тех детей, в которых нет такой стабильной компании, в которой они общаются. Поэтому со стороны родителей, что вы можете делать? Вы можете помогать ребёнку найти друзей в школе. Для этого вы можете приглашать ребят в гости, приглашать гулять вместе, организовывать экскурсии, какие-то походы совместные куда-то, чтобы у ребёнка была возможность наладить контакты с как можно большим количеством одноклассников. Чудесно. Ир, спасибо вам большое. Успокоили, всё по полочкам разложили. Я вам желаю, чтобы у вашего первоклассника всё сложилось хорошо в школе. И надеюсь, что ваши рекомендации помогут и нашим зрителям тоже все возможные трудности проскочить. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали в гости. Итак, главный вывод этой программы. Отношения с ребёнком главнее оценок. Задумайтесь, чего мы ждём от близких, когда у нас что-то не получается? Заботы, внимание, поддержки и любви. Тогда почему, когда не справляется ребёнок, мы ему даём совсем другое? Это была программа «Мамина школа». Ставьте лайк этому выпуску и подписывайтесь на наш канал. А мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Будем растить умных, здоровых и счастливых детей вместе.